здравствуйте друзья у нас женщина с двумя не знаю так ощущение что с двумя детками маленькими спрашивает вот я хочу работать говорит она и как мне работодателю сказать о том что у меня двое деток потому что это не как бы может быть не обязательно им нравится вот и как вот как себя подать правильно чтобы это не было проблемой давайте мы в этом смысле поговорим по разным как бы осям пару по разным направлениям значит первое мы посмотрим как это было бы в соединенных штатах потом я попробую что-то сказать про российскую жизнь хотя я сразу как бы со всеми оговорками значит говорю что я много об этом не знаю так посоветовать могу из общих соображений потом мы посмотрим на большие компании маленькие потому что они по-разному реагируют значит давайте начнем с размера компании вот допустим у меня компания маленькая частная да значит нас работает 10 человек сотрудник и если у меня человек например половину времени отсутствует даже треть времени отсутствует потому что дети болеют там всякие дела он как правило не может еще и задерживаться там если бывает что нужно задержаться там на часок он не может бывает нужно прийти раньше на часок он тоже не может то есть вот та гибкость которая позволяет выживать малому бизнесу по сравнению с большим в эти большой бизнес он дешевле у него массовости поэтому как жахнул и и дешевле получается а маленький бизнес выживает за счет того что там кастомизация там идет подстройка под клиент эти большой бизнес под вас подстраиваться не будет он подстраивается под миллионы поэтому вот то на чем стоит малый бизнес значит вот вы как бы не вписывайтесь да у вас нет той гибкости я просто я просто не могу иметь такого человека на постоянной работе есть люди которые работают из дома есть люди которые работают удаленно они работают в какие-то часы которые им удобнее например вот у нас есть женщина светлана из харькова работает и она занимается вот там социальными сетями то есть вот отвечает на сообщения которые день там в фейсбуке в контакт там и так далее в одноклассниках и она это может делать абсолютно в любое так сказать ее свободное время и у нее ребенок и и так далее то есть то есть есть какие-то виды работы которые вы можете вот так выполнять но и если вы идете в компанию на интервью и хотите работать в офисе и так далее маленькая компания гораздо менее толерантна в этом отношении чем мир большая в большой компании они привыкли как бы это их нормальное состояние иметь дело с большим количеством людей у большого количества людей масса всевозможных там ну обязательств по жизни там и и дети болеют и там я не знаю отпуск по уходу учеба там в институтах и тогда ну то есть они они нормально это все переваривают то есть большие компании совсем не то что маленькие там еще есть конечно конкретный начальник до который может иметь конкретную задачу и может быть ему не очень хочется но в целом на уровне организации они гораздо более терпимы следующий момент от страны зависит я кстати вспомнил у меня была пара одна муж и жена они учились по моему даже уже успели поработать и переезжали они куда-то я боюсь соврать в какой конкретно штат где-то так и в глубинке в центральной америки в центральной части соединенных штатов и она была так хорошо месяцев 7 там у нее уже было этой беременности она вот в этом состоянии прошла интервью и они ее взяли вот то есть там уже не скрыть было никак вот и девочка худенькая стройненькая так на 7 месяцев это так хорошо видно и в общем и они взяли с этим и у них вообще так совершенно замечательное отношение к деткам и они понимают что если они ее возьмут то в таком месте где они находятся где вообще не очень наймешь кого-то вот так она будет держаться за эту работу понимаете то есть как в каком-то смысле это может быть фактором привлекающим людей то есть как как отношения зависит очень еще от местности зависит да вот там не хватает людей или их там переизбыток если я из десяти человек должен одного выбрать я могу быть более привередливым как нанимать хотя если у меня и одного то не найти так я уже готов и тут и там уступить и так далее то есть рыночная ситуация тоже зависит что касается соединенных штатов давайте мы так посмотрим соответственно мы видим страна большая тут есть мамы и папы и дети и так далее то есть где же самые проблемы у людей стоят но если мама получает я не знаю там 8 долларов в час то ну чего же идти на работу за 8 долларов в час чтобы там еще нанимать бабиситтеры которые может быть стоит дороже смысла нет она сама сидит если мама получает 30 долларов в час 40 долларов в час 50 долларов в час грубо говоря ну так она за за 12 за 15 возьмет бабиситтер и будет сидеть с ребенком то есть как бы ей во всех отношениях это выгодно и ребенку комфортно то есть когда в семье денежка есть так чего же о чем вообще говорить то есть наличие детей это в общем то вопрос ну проблема самого человека то есть он не может ее перекладывать на других при найме в принципе нельзя дискриминировать человека по закону нельзя дискриминировать человека за то что он там женат или не женат такой ориентации или сякой ориентации есть у него дети или нет у него детей то есть в принципе они даже и спросить да не могут а если у тебя дети а сколько у тебя детей а какого они возраста они даже вопросы задать не могут в этом но по разному бывает но на самом деле в маленькой компании где-нибудь они меньше законов придерживаются они могут там как-то опять если для него это чувствительный вопрос то он может как-то так по выяснять поспрашивать да в общем они 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 конечно могут и не знать тоже тоже вот разница большая компания маленькая компания но в принципе если ты не можешь работать ну реально вот ты не можешь работать то есть скажем критично чтобы человек каждый день приходил на работу а ты реально не можешь тебя просто уволят не потому что у тебя дети а потому что ты не можешь работать это с детьми никак не связано то есть работы которые критично к этому есть работы которые не критично есть работа портами есть работа когда ты делаешь в свои часы да вот ты говоришь я могу так или так нормально в ресторане например там официанткой да там очень очень гибко пожалуйста нас насчет стройки я не уверен вот мама на стройках не работают то есть есть такие работы тоже бывает что мама даже отдавая все что она зарабатывает бабисидеру все равно предпочитает быть на работе потому что она как бы карьерно устремленная нацеленная то есть ей не за деньги но ей важно чтобы она не не получила как бы этот гэп так называемый да значит пробел в нами чтобы ее рыночная цена не упала как бы чтобы она росла профессионально и так далее то есть люди которые даже даже при том что им там и денег с этого нет вы можете они все равно предпочитают быть на работе вы можете сказать а что что за карьера такая если например денег только на бабисидера хватает но вот например у меня много девочек из индии которые вот как раз такой ситуации у них может быть ребенок может быть даже два ребенка и у них там может быть 6 7 лет 8 лет не было разрешения на работу вот они детка на рожали детки там может подросли немножко и дальше они хотят работать и они приходят переучиваются и вот им там допустим говорят интерншип вот у них например очень актуально что интерншип платный или бесплатный потому что если он платный там 15 долларов платят то вот у них уже есть деньги на бабисидера а если он бесплатный то уже сложно с бабисидером надо какие-то дополнительные расходы но она пойдет на интерншип за 15 долларов это может быть там три месяца потом я могут продлить еще на три месяца и она будет она она будет с удовольствием это делать отдавать все эти деньги бабисидеру просто потому что она вскочила на подножку она знает что на следующей работе у нее может быть будет там 25 или 30 или 35 долларов часто же она не за вот эти конкретные копейки это делает она перспективу но еще раз и еще раз это проблемы самого человека то есть он он со своими детьми сам должен определиться вот ну дальше что дальше мы говорим как в россии это подать так чтобы это не было чтобы это не было проблемой понимать какая история если это действительно проблема то это действительно проблема что что тут сделаешь ты можешь конечно допустим я не знаю если там на лице у человека прыщик красный можно запудрить прыщик но он же не уйдет с лица он просто не будет может быть так вот видимая потом умылся и снова прыщик знаете то есть устранить этого нельзя но замаскировать немножко так на время интервью вы можете ну давайте так значит существенно опять умеете ли вы что-то такое делать что вас не так просто заменить кем-то еще вот там да правда пришел человек другой взяли и забыли об этом если вы умеете что-то такое серьезное то есть вы специалист вам проще в каком смысле вы можете сказать я специалист я серьезный человек у меня есть детки они в принципе там присмотрены мы сами мы все понимаем что бывает что нужно внимание какое-то дополнительное так далее но но в этом смысле если мы с вами договариваемся и вы как бы к этому относитесь спокойно то я со своей стороны то время которое я вас работаю я работаю не как вот там спустя рукава я а я работаю с полной отдачей раз ваш ваша компания вот эта позиция становится для меня специфически привлекательно я от вас не убегу через месяц я от вас не убегу через три даже через год не убегу я буду держаться за эту работу и вы можете от меня ожидать гораздо больше ну как бы всевозможных хороших вещей чем допустим от людей которым это не важно ну то есть я при этом не вру ведь я не учу вас как их обмануть я пытаюсь понять если вас действительно взяли куда-то да то что вы можете дать им в обмен и вы должны себя в первую очередь спросить вот если кто-то готов испытывать неудобства из-за того что вы будете и это неизбежно поскольку детей девать некуда да там человек этом нам некуда некому смотреть за детками значит вы должны сделать по максимуму то что вы можете сделать то есть у вас может быть некому смотреть бабушки дедушки нету но вы должны сказать себе что если такая ситуация возникает я по максимуму по максимуму освобождаю своего работодателя вот этих проблем это мои проблем я не хочу нагрузить его чтобы он мне за за те деньги которые платил бы любому другому чтобы ему там на 30 процентов меньше давал нет не идите этим путем то есть скажите ему что я я исхожу из того что несмотря на то что иногда нужно будет там может быть как-то с детьми мало ли еще бывает но в принципе я готова таскать иметь нанимать помощь с детьми то есть не то что там каждый раз как ребенок заболел там я буду с ним там находиться нет я я буду занимать бабе ситтера или как-то называется няню вот то есть и и не просто скажите а а имейте это ввиду имейте ввиду что вы не хотите никого грузить потому что нечестный обмен он он недолговечен он даже если вот что такое произойдет там вот вас взяли куда-то но если это не честно то есть ну она она долго не просуществует мне так кажется я не знаю еще раз я могу я могу быть бесконечно далек от того как это происходит там в российской федерации в большом городе или в маленьком большой компании или в маленькой специалист это или просто человек которого заменить легко и так далее но как бы если вы если вы честно к этому подходите то вы можете как бы нас навстречу вам могут пойти другие люди которые ценят что это честно что это справедливо что это не попытка ну как то вот нагрузить других своим проблемам вот таким образом так что так я сходу мне не приходит в голову там еще десяток каких-то положительных качеств что чем это хорошо ну я прям я повторюсь и человек более стабильный он держится за работу он старается в то время которое он работает он работает более продуктивно не всегда но вы скажите что это конкретно ваш случай чем допустим другие люди он понимает что для него делают и он старается по максимуму он старается по максимуму взять на себя а не переложить на других с точки зрения там ухода за детьми или возможных ситуаций которые там бывают когда у человека маленькие дети и еще я считаю надо надо было бы сказать что у человека есть долгосрочная перспектива пойти вас берут на работу не за то что вы в прошлом чего-то делали им чему-то научились а за то где вы завтра окажетесь вот мы же вас на завтра берем на послезавтра и так далее вы может быть у нас пять лет проработать а может и десять я я вот это хочу увидеть этим значит вы должны подать себя как человек который при том что даже вот какие-то временные у него есть может быть вопросы но связанные с маленькими детками вот сегодня но детки-то растут с большими детками уже нет таких проблем поэтому может быть есть смысл как-то не обращать внимание или там так не сильно обращать внимание на мелкие вопросы сегодня в обмен на то что это человек который надолго и которые стремится и которая рвется и который может быть через пять лет или через десять лет будет определять как бы очень многое вот в этой компании на этой работе от него будет много зависеть и тогда люди которые 10 лет проработали на одном месте это не то же самое что люди которые вчера пришли то есть зачастую я не хочу сказать что обязательно так но один и тот же человек который хороший человек хороший работник через 10 лет ему цены нет по сравнению с тем которые только что пришел он знает столько он знает такие вещи если это востребовано если это нужно для дела и так далее со всеми оговорками которые я делаю я не хочу каких-то таких обобщений сильно вот мы не знаем на какую позицию девушка значит там как у нас говорят оплекаются меня критикует за англицизмы русифицированные но так у нас как там заполняет аппликейшн подает заявление о приеме так вот мы скажем хотя режет слух вот ну почему так такой мой совет счастливы ребят